Земля Своё знамя и свои леса, и в лесах своя осень Под Москвой уже яблони в цвету белом В рейдинге горят розовым огнём вишни Как же ты, Господь, так всё хорошо сделал? Как же у тебя нескладно так? Вышла мы в рейдинский паб На пинту пивка, на джина бокал Заглянем с тобой, и время, как трап Отъедет от нас, и нас вознесёт Наш шар голубой, он как дирижабль Парит в темноте, да разные мы Но схожи в одном нам вместе лежать В английской земле или в русской земле Но в шаре земном Уезжал Михаил Казаков Уезжал надолго, может быть, навсегда Мы хотели подготовить небольшой сюжет для кинопанорамы Но потом подумали Нет, здесь нельзя сбиваться на скороговорку Ибо за таким, казалось бы, частым событием Видится явление тревожное, драматичное В какой-то степени уже массовое И имя ему эмиграция Вот мы об этом и решили поговорить сегодня Я еду поработать в театре Я надеюсь на концертную деятельность Я надеюсь на ограниченную концертную деятельность Тебе было мало этого здесь? Я тебе скажу, последние годы Только последние годы Мне всегда хватало Но дело в том, что сегодня Важно решить проблемы еды, жилья Завтрашнего дня И стабильности Им, естественно, не до стихов Которые я читаю Почему ты так решил? Я убежден в этом Только еда? Я, нет, не говорю, что всем Но в принципе нет Не только еда Возьмем, хотя бы Мишку Хожу по магазинам Прости меня Я никогда не состоял нигде И не прикреплялся ни к чему И знаю, как трудно достать детское питание Буквально, понимаешь? Или еду И когда трудно решить вопросы Бытовые То, что знает каждый нормальный советский человек Я занимался, пытался заниматься В меру своих способностей Таким вот искусством, извини Ремеслом своим И сейчас людям не до моего ремесла Я просто очень устал Вы знаете, вот у меня к этому отношение Как вам сказать? Неоднозначное С одной стороны, я понимаю В принципе Желание человека куда-то поехать поработать Это совершенно нормальное желание Абсолютно нормальное желание А увидеть мир Испытать себя Подзаработать Это все хорошо И так должно быть Но когда человек Подводит под такой отъезд Некую подоплеку Идеологического Или политического характера То я начинаю задаваться вопросом Насколько человек все-таки честен Вот если мне сегодня говорят Что вот, например Вот я актер И я сегодня стране не нужен Я не могу к этому серьезно относиться Что значит не нужен? Что это означает? Что ты стране не нужен? Ты нужен что? В Израиле? Вот там что ли ты очень нужен? Там просто жить без тебя не могут? Ну давайте серьезно относиться к этим вещам Что мне здесь Предположим Я не знаю Мы можем взять любую фамилию Но мне скажем Казаков Мне не нужен А им он нужен Ну кому мы голову дурим? Вот если Казаков мне скажет Я хочу поехать Потому что мне интересно Поработать в Израиле Кроме того Я хочу заработать валютой Немножко А потом вернуться У меня нет вопросов Нормально Ну поезжай Как и все делают Если жизнь тебя обманет Не печалься Не сердись В день уныния Смирись День веселья Верь Настанет Сердце в будущем живет Настоящий уныл Все мгновенно Все пройдет Что пройдет То будет милым Ты синий пакет не видел? Да, я его выбросил Как выбросил? Ты что, с ума сошел? А там ничего не было Камешки какие-то Камешки? Это грузинскую землю Я на память взял Ты что вытворяешь? В тюрьму захотел? Извини, дорогая Брат навсегда в Израиль уезжает Родную землю забыли взять Ты что делаешь, сын осла? Это щебень из Астрахани Вон грузинская земля Три шага сделать лень В гору Сакраменто Штат Калифорнии Я еду до Павла До дяди Павла На постоянное жительство Я с Александрии С Ровного Это Ровного Украина Да Ну дети поехали, знаете Как сказать Ну и отца забирают А что же отцу делать Самому же остаться здесь На старый, знаете А дети уехали То, что я видел Производило на меня тяжелые впечатления Настолько, что я Задавался вопросом Зачем эти люди вообще уезжали? Они воссоздали Свой маленький кусочек Ну, кусочек с колбасой С провиантом С ширпотребом Но свой Свою Одессу Свой Бердичев Да Причем они Не говорят по-английски По существу Они полуграмотно Говорят по-русски Они Пыжатся Пытаясь быть американцами Когда они американцами Никогда не будут То есть гражданство Конечно у них будет Но они никогда не будут Американцами И на них всегда будут смотреть Как на Ну каких-то Немножко смешных Иностранцев Ну, к которым можно Относиться Снисходительно Особенно потому что Они все В куче Они не хотят Они не могут расставаться Друг с другом Это странная вообще штука Странная и тяжелая Когда они встречают людей Приехавших из Советского Союза Им надо доказать Что все хорошо Им просто разбиться Но надо доказать Посмотри, как я живу Странно Ну, живи, живи Как бы Они ведут все время Внутренний спор С кем-то Что я был прав Что я уехал Что это замечательно Что я уехал И в этом слышится Что-то другое Волей-неволей Вообще из России Уезжать было очень трудно Скажем, до революции В общем-то ведь Эмигрировали Ну, не просто Нужен был паспорт Опять все то же самое Было Но чуть-чуть по-другому Кто уезжал из России Главным образом Ну, евреи И главным образом В конце 19 века Из-за погромов И вот в районе 905 года По той же Самой причине Знаешь что Давай не пойдем Там Как не пойдем А куда же мы денемся Ну, меня папа убьет А меня что, не убьет Ну, давай скажем Были в Алексеевке И все Ты что Если бы я тебя просто Совратил А так нет Мы с тобой муж и жена Ну, Петя, бабушка Что бабушка Господи, ну что я наделала Ну, Петя Ты меня правда любишь Красивушка Великомущенец ты моя Тебе все смешно А я, между прочим От веры отступила А я зато на еврейке женился Проклянет меня папаша И правильно сделает Между прочим И нас лицо лишит Вот и не будет нам счастья Фрося Мы поедем с тобой В Петербург Там поступишь учиться А летом детей будем В деревню На дачу привозить На воздух К бабке с дедом Вперед Вперед Ну, что мужики грустим А? Что не веселимся? Радости мало? Не надо Что не надо? Что не надо? У нас что, свадьба? Свадьба или нет? Радость? Радость да вырадоваться Ну, что ж, Петя, чего ты молчишь? А? Что, от радости в забуд Дыхание сперло? Надо же налить молодым Выпить, наверное Или что? Петя Ну, что мужики Молодец, Петька Ну, что, Баля? Ну, чего, Мося? Родственнички Батя 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 Прости, Лёна, я не прошу. А я не в стрёме! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мужики, давай, бери стаканы! Гуляем, мужики, свадьба! Ботл! Ботя! Ботл! Ботя! Ботя! Погром в городе! Погром! Бьют ваших! Бьют по-настоящему! Ситуация в нашем обществе волнует художников, волнует кинематографистов, и они, в общем-то, снимают фильмы и на современную тему, но находят свои аналогии во временах ушедших, давних. Вот сейчас я хочу вас пригласить на съемочную площадку, где снимается картина, название условное, «Смерть Иоанна Грозного». Ее снимает Борис Бланк. В главных ролях вы видите этих актеров, замечательные актеры, такие как Алексей Жарков, Богдан Ступко, Владимир Стеклов. И тема именно, действительно, она касается дня сегодняшнего, ибо времена Иоанна Грозного – это времена страшные, времена смутные, времена раскола, времена страха. Острота тех событий сегодня, к сожалению, повторяется на новом витке. Это по мотивам пьесы Алексея Константиновича Толстого. Да, по мотивам пьесы Алексея Константиновича Толстого. История заканчивается тем, что из Москвы бегут волхвы и бежит шут. Сейчас бегство, в общем-то, к сожалению, из нашей стороны налицо. В смутное время все, кто может бежать, бегут. Кто не может – не бежит. А кто может бороться и сражаться – сражаются и борются. Ты более достойный – сражаться и бороться. Никого не обвиняю. Никого. У каждого есть своя мера героизма. Кто-то способен, а кто-то способен схватиться за голову и стремиться, куда глаза глядят, потому что ему страшно. 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 Беззащитность в период смутного времени, именно беззащитность, а не сложности с несложными условиями жизни, она делает наиболее страшным существование. Я не могу требовать, чтобы все были герои. И требовать, так сказать, от людей, чтобы они, вот видите ли, вот борется тот, да может. У кого есть такая внутренняя возможность, а у кого нет. Что им делать? Больной человек, известно, что уже труп, разложившийся, практически раскладывающийся труп, живой еще труп передвигался в этих покоях, вел Русь, руководил страной. Известно как, что смутное, грязное, страшное время. Последние годы, последний день, в прямом смысле, больной человек. Если фильм Бориса Бланка только рождается, то другая киноверсия мрачейшего периода российской истории уже обретает своего зрителя. В Московском кинотеатре «Октябрь» почти месяц демонстрируется лента Геннадия Васильева «Царь Иван Грозный». Главной роли снялся прекрасный грузинский актер Кахи Кавсадзе. Эпизодическую роль сыграл старейшина нашего кино Николай Афанасьевич Крючков. Но не думайте, что ваши встречи лишь с двумя Грозными. Вскоре появится и третий. Это Олег Борисов, приглашенный на роль деспотичного самодержица в фильме Алексея Салдыкова. Да, такого в нашем кино, пожалуй, еще не было. Это что? Раб лукавый. Ты в смрадном сердце своем решил меня погубить. Хотел колдовством богомерзким свести на тот свет царя своего? Лжа. А может, тебе трон нужен? А, Афоня? Крупно берешь. Крупно берешь. Раб лжа. Уже ли не переведется измена на Руси? И вот сейчас я вам прочитаю маленькое письмо от Марины Кисель из Краснодара. Она тут прислала и вырезку из газеты «Комсомольск Кубани», и свое личное письмо. Короткий отрывочек. Силами бывших советских актеров в Тель-Авиве создается русскоязычный драм-театр. Трупы, вероятно, войдут Валентин Никулин, Игорь Костолевский, Михаил Казаков, Эммануил Литеркан и Алла Балтера. А дальше письмо Марины. Спасите наших любимых актеров от вынужденной эмиграции. Все знают, что происходит, и все молчат. Я хочу, чтобы мои дети и внуки не были лишены возможности видеть в театре или по ЦТ, слышать по радио наших замечательных актеров. Аллочка, когда вы уезжаете? Нет, я не уезжаю и не собираюсь. Если бы я хотел уехать, я бы об этом открыто говорил. Если люди хотят написать об этом, я думаю, что в Москве нет ничего проще. Взять и позвонить мне по телефону и просто спросить, вы собираетесь это делать? Должен вам сказать, что я был в Израиле, был на съемках так. Это действительно замечательная страна, потрясающая. Я только там понял, что каждый человек должен там побывать. Не обязательно оставаться, не оставаться, это личное дело каждого. Но там, где ходил товарищ Христос, какой бы ты атеист ни был, это жизнь. Это дух остается. Это дух остается, да. Это производит колоссальное совершенно впечатление, колоссальное. Поэтому эти места посещать надо. Будешь ли там жить, не будешь, но это надо. И вот там я впервые наконец-то за 50 лет понял, что значит дорожить престижем страны. Это значит вкалывать, работать для этой страны, а не бросать лозунги, чем, к сожалению, мы в большинстве случаев занимались, да и занимаемся еще до сих пор. Вот. Поэтому, когда ты сидишь в доме в Израиле своих ребят и видишь вдруг по телевизору программу «Время», Они принимают ее, да? Они принимают. Они принимают Москву. И тоскуют, наверное. Ну, во всяком случае, они с удовольствием, они в это время включают, обязательно. Их очень интересует, что происходит здесь в Союзе. Очень интересует. И причем они это делают по-доброму, не по-злому. Может быть, они уехали даже с какими-нибудь со злыми мыслями, с проклятиями, с раздражением. Но за те годы, которых они помнили, они поняли, что... Потому что и там тоже, и в этой стране. Все только для человека. Только друг для человека. Только. Я думаю, что вообще-то обида, раздражение, проклятие, они не могут держаться долго, мне так кажется. Потому что это же противоестественное явление уходить из дома, уезжать. Оно же ненормальное для человека. И, ну, кто-то имеет силы справиться с какими-то... То есть там же могут быть непредсказуемые чувства, когда человек уезжает. Да, это очень. Поэтому я думаю, что, конечно, все вот, все, с кем сталкиваешься, они все льнут. Они все хотят поговорить по-русски. Они все хотят послушать, что делается в Москве. Вы знаете русский язык, даже родившиеся там. Знаем. Вот уже совсем маленькое поколение, они знают русский язык, поддерживают обязательно. Скажи, а что ты смеешься все время? Мы как встретили, ты все время смеешься. Сказали, что ты в Израиль уехал. Да, это я знаю. Вот. Нет, перепутали. Я вообще был на севере, меня отправили на юг, ну, это рядом. Мне уже надоело кому-то что-то объяснять и доказывать. Мне кажется, это вообще личное дело каждого человека. Вообще, я считаю, не в своем достоинстве вообще объясняться на эту тему. Понимаешь, какая вещь? А что бы для тебя значило уехать? Это вот для твоей сердца, для твоей души. Это реально? Ведь это, на мой взгляд, это гибель. Ну, понимаю, с чем дело. Я вот сейчас был три месяца в Норвегии. Я работал там как советский артист. Я работал как советский артист. Я сыграл там на французском языке. Для меня это... Я не представляю себе, как бы я мог... работать, скажем, ну, в другой стране. Вот так вот играть в театре. Вот так вот взять и уехать. Для меня это... Твоя жизнь? Моя жизнь здесь. Я говорю, твоя жизнь здесь? Ну, конечно. 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 Ну, скажи, вот все сейчас говорят о том, что... Я ни в коем случае не играю в поддавки. Но все говорят о том, что сейчас мы теряем катастрофически духовность. То есть, вот ты три месяца работал в другой стране и вернулся. Мы теряем духовность? Ты знаешь, я, может быть, сейчас буду очень неоригинальным. И, может, меня сейчас, так сказать, заподозрят в фальше. Но ведь, знаешь, вот я вот сейчас там был три месяца, и я как-то там вдруг ощутил, как мы вообще не уважаем и не любим себя. И как мы не ценим то, что мы имеем. Потому что так, как плохо мы к себе сами относимся, порой так по-скотски и так неуважительно, так никто друг к другу не относится. Я говорю об этом с горечью. Потому что самый большой урок, который получил я сейчас там работы, это не актерского мастерства, а замечательные артисты. А урок какого-то удивительного человеколюбия. Там достаточно тяжелая жизнь, и достаточно тяжело живут артисты. От контракта до контракта. И они цепляются, держатся за работу. Все так. И они знают, как тяжела жизнь. И поэтому они стараются не усугублять тяжесть этой жизни. Наоборот, если в тебе пробивается росток вот хоть чуть-чуть чего-то, это всячески поддерживается и всячески развивается. Тебе улыбаются, в тебя вселяют надежду, тебе верят. И это основа для любого человека. У человека вырастают крылья, и он может что-то делать. Сегодня премьера... Да, сегодня премьера фильма. Вот видишь, я пока отсутствовал, даже название изменили. Было «Мстящее безмолвие», осталась «Жажда страсти». Ну, зал переполнил. Зал переполнил, да. Но я картину не видел, к сожалению. Мне самому это, так сказать, безумно интересно. Хотя я тебе открою секрет. Я не очень люблю фильмы ужасов. Конечно, было бы любопытно, если бы ты сейчас вякнул что-нибудь. А? Ага. Вообще-то, знаешь, иногда так бывает тошно. Поговорить нескому. Дурак ты, инспектор. Ага. 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 Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Выйди. Ты здесь, я знаю. Мне ненавистно твое незримое присутствие. Девись! Или ты приходишь только в минуты моей беспомощности? Я ненавижу твое превосходство! Будь ты проклят! Чего ты хочешь? Оставь меня! Мне не нужна твоя жалость! Я ненавижу тебя! Ненавижу! Настя, ну мне неудобно говорить, что женщина, актриса, вы давно работаете в кино. Ну правда, вы давно работаете в кино. И мне кажется, может, не должна, может быть, наступит та ситуация, когда вам захотелось бы плюнуть на профессию, на работу, на театр, на кино, завязать, уехать, бросить. Не было такого ощущения? Вы знаете, это ощущение, это за последние годы, это самое главное ощущение моей жизни. Потому что я, конечно, безумно люблю эту профессию свою, актрисы, но я ненавижу ее. Я ее ненавижу страшно. Вы знаете, за что я ее ненавижу? Я ее ненавижу за рабство. Вот актер театра – это раб. До тех пор, пока над актером будет диктат руководителя, эта профессия будет невыносимой. Конечно, я ненавижу эту профессию, я ее бросаю, я хочу уйти, я возвращаюсь к ней, потому что я ее безумно люблю. Но я не знаю, чем это кончится, эта страсть. А вдруг вы решите уехать? Уехать отсюда? Нет, я не сделаю этого никогда, потому что мой отец, как вы знаете, он эмигрировал, будучи молодым, он вернулся в Россию в конце 43-го года, когда шла еще война. И он так воспитывал нас, меня и мою сестру, что он замешал в нас невероятную любовь к родине, вот к той родине, которой он был много лет лишен. Поэтому я никогда отсюда не уеду. Скажи, ты действительно уезжаешь из страны? Знаешь, мне не хотелось бы об этом говорить в Кинопанораме, потому что она для другого предназначена. Но коротко я скажу, это все чепуха, и честно говоря, мне все надоело на эту тему разговаривать. Я думаю, что страны более интересны, чем это, где, так сказать, так высоко вообще театр стоит и кино. Мы просто этого не понимаем. А вот мы сейчас ездим и понимаем, что, товарищи, что ж мы не ценим? Это здесь, я говорю, как уголь, как нефть. Это дорогое. Понимаете, что такое театр и кино? Это прежде всего общение. Один человек ничего не сделает. Общаться с людьми, которые выросли на другой почве, у которых по-другому проявляет свое отношение к миру, отношение другое, для меня вот это вот жалко, а он даже этого не поймет. То есть ему тоже что-то, наверное, в жизни жалко, но он через другое это выражает. И тут абсолютно непонимание между режиссером и актером. Играть только глобальные вещи, Шекспира, я не знаю, там еще кого-то. Наверное, там тоже, ведь, каждая нация там находит свои акценты. И только когда это понято, когда это прожито, когда это показано через свое, другой человек это может понять. Понимаете, я не собирался отговаривать Мишу, наверное, есть, наверное, причины. Но дай бог ему, я хочу пожелать, чтобы он, так сказать, показал, какие у нас замечательные мастера и вернулся назад. Без него будет немножко скучновато. Правда, так вот задумываешься и уезжает Валя Никулин. Я с ним сидел в одной гримуборной. Как бы я к нему не относился, но что-то пусто. Миша Казаков вообще, если серьезно задуматься, то это, в общем, жуткая трагедия. Почему это возникло? Нет Нахапетова. Уехал в свое время Краморов. И Олег Видов. Олег Видов. Правда, Краморов сейчас приехал, вы знаете, он мне произвел странное впечатление. Он изображал из себя какого-то американца, какой-то полуакцент, изображал из себя великого артиста. Я очень пожалел, потому что мы любили его простаком. Лучше бы он оставался, каким он есть. Но, видите, там жизнь его тоже, так сказать, подпортила. Он так, а, да, 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 конечно, а, да, да, да. И острил он как-то не лучшим образом. Ну, бог с ним. Я ему написал эпиграмму, знаешь, какую я давно. Я его видел в Лос-Анджелесе, так сказать. Прочитал ему эпиграмму, ему она очень понравилась. Он даже звонил по телефону, я ее продиктовал. Скучает. Теперь он не косит, а смотрит прямо на родину свою издалека. Не думаю, что стал умнее там он, но мы ценить умели дурака. Ему понравилось. Спасибо, Валерий. Спасибо. Ну, спасибо тебе. Спасибо тебе. Заходи, я очень рад тебя видеть. Спасибо. До свидания. Спасибо. Счастливо. Нет меня, я покинул Россию. Мои девочки ходят в соплях. Я теперь свои семечки сею. На чужих Елисейских полях. Кто-то вякнул в трамвай на пресне. Нет его. Умотал, наконец. Вот и пусть свои чуждые песни Пишет там про Версальский дворец. Я смеюсь. Умираю от смеху. Как поверили этому бреду. Не волнуйтесь. Я не уехал. И не надеетесь. Я не уеду. У нас нет закона иммиграции. Он только недавно принят. И то начнет действовать с января 93-го года. Так? Значит, пока что главная иммиграция, она еврейская. И происходит страшная вещь. Целый пласт, который создан именно в этой стране, который причудливым образом возник со своей культурой еврейско-русской. Ну, что такое Бабель, наконец? Ведь это блистательный русский писатель. Вместе с тем еврейский. Что такое Пастернак? Значит, вот это вот сугубо особое нечто уходит навсегда. Навсегда. Больше этого никогда не будет, потому что дважды не бывает. Но не только уходит, а приезжает в Израиль, а там уже не будет этого. Это, понимаете, как родилось то, что родилось здесь. Что это было за невероятное давление, которое превратило углерод в алмаз. Что это были за специфические российские условия. Кто его знает? Но то, что этих условий нет в Израиле, это очевидно. Просто другая страна, другая история и так далее. Значит, не только Россия теряет. Но ведь мир теряет. И эти люди, переехавшие туда, что они сделают, какими они будут, что они дадут, этого же никто не знает. Мы можем твердо сказать, что этого уже не будет. Вот в чем трагедия. Вот где процесс, который происходит. Все годы советской власти, эмигрантов всех волн, наша печать дружно поливала грязью. Их называли изменниками, предательными. И заодно сотрудниками иностранных разведок. Но вот все переворотилось. Все изменилось. После 1985 года прорывается правда о нашей системе, о нашей жизни. И открылась доселе многим неведомая, либо читаемая из-под полы, литература русского зарубежья. И какие же там оказались писатели, философы, ученые. Какую культуру эти убежавшие, высланные, уехавшие с собой увезли. Наша власть делала все для снижения и нравственного, и культурного уровня страны. Стремилась создать так называемого нового человека. Булгаков, по-моему, одна из моих любимых вещей Булгаков. Это «Собачье сердце», где он рассказал о том, как возникает этот Шариков. И, несмотря на то, что вот уже 6 лет на нас хлынула правда о нашем обществе, о стране, в которой мы живем, о теме, кто нами управляет, тем не менее мы до сих пор слышим критий Шариковых «все поделить, все собрать, все поделить, все раздать». А также из числа уже пожилых Шариковых высказываются опасения, как бы ни было снова эксплуатации человека человеком. Они даже представить себе не могут, до сих пор не взяли в толк, что та чудовищная эксплуатация, которой занималась наше государство, подвергла своих подданных, не снилась ни одному частному предпринимателю. Но, как ни старалась власть, и в частности большевики, затоптать культуру огромной страны, уничтожить духовный опыт народа, все же оказалось невозможно. Эти большевики, конечно, берут любые крепости, но это все-таки они не взяли. Ленин тогда выслал просто мозг России. Ну, вы имена знаете, ну, и все их знают. Вот. И писатели, и философов, и кого угодно. «Число жертв революции вам, наверное, известно. 66 миллионов, не считаю войны. Сотни тысяч храмов были уничтожены, либо приведены в состояние мерзости запустения. Хочу сценку маленькую прочитать из тех времен. Празднование 1 мая на Красной площади там идут с флагами, а правительство тоже собирается выйти на трибуны. Вышел Владимир Ильич и указал пальцем на памятник, воздвигнутый на месте убийства великого князя Сергея Александровича. «Ну-ка, пока еще есть время до демонстрации, тащите веревки». Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул на памятник Свердлов, Аванесов, Смедович, другие членов цикосов наркома. Пряглись в веревки, налегли, дернули, и памятник рухнул на булыжник. Долой его с глаз на свалку продолжал распоряжаться Владимир Ильич. Десятки рук подхватили веревки, и памятник загремел по булыжникам к тайницкому саду. По всей стране были сброшены колокола. Страна онемела, страна погрузилась во тьму. Летят перелетные птицы в осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой. Летят перелетные птицы в осенней дали голубой. Летят перелетные птицы в осенней дали голубой. Эта история проста. Брат и сестра любили друг друга. Потом началась война, и им пришлось расстаться. Это могло случиться в какой угодно стране в любое время, но сюжет, который сплел воедино Россию и страну басков, прошел через сердца наших героев уникален. Полстолетия разлуки. Абсурдные, трагические обстоятельства преодолевают на ваших глазах не супергерои, а простые смертные люди. Ну, представьте, ваша дочь или сын, или брат, выходит в магазин, улыбается, говорит, пока я сейчас приду, и не возвращается никогда. Проходит 10-20 лет, 40-50, а вы помните эту легкомысленную минуту прощания, эту улыбку. И тех отправляли как бы на каникулы, и я все помню. Соспаливали как бы на vacaciones. Матчу в «Соспаливание» Матчу! Али! Матчу! Ты узнаешь меня? Узнаешь? Он меня не понимает. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну вот и закончилось наше путешествие. На этом мосту между двумя странами Франциско и Кармен простились вновь. И он уехал в свой русский дом. А мы хотели бы назвать наш фильм «Подели мое сердце». Ведь это так же страшно и немыслимо, как разлучить навсегда двух очень близких людей, брата и сестру, мать и сына. Вот у меня, например, совсем недавно в московской квартире зимним холодным утром у меня на руках умерла мама. Вы спросите, какое отношение это имеет к фильму? Самое прямое. Дело в том, что она приехала в Россию в тот же самый день и на том же самом пароходе, что и Франциско. Она тоже мечтала вернуться. И было время, когда она стояла на этом мосту, смотрела на близкую, любимую родину и плакала, потому что у нее не было возможности вернуться. Но она так и не успела. Но она так и не успела. И поэтому происходит вся эта спекуляция. И весь русский народ, грузинский народ, армянский, весь советский народ за границей нищими ходят. По крайней мере, мне предлагали за тысячу рублей очередь купить. Да, за тысячу рублей штуку. Говорят, дайте, пожалуйста, без проблем. Бардак творится. Вот я уже месяц живу, не могу никак добиться, чтобы уехать. Да я немец, еду в гости просто, привет. Во время войны как они там были, вот еду просто в гости, вот и все. Если ответов не видели? Да, не видят. Мать 91, дядя. Брат там, сестра все. Посмотрим, как там будет. Мне понравилось, но сам поедет. Медный колокол То ли возрадовался, то ли осерчал Купола в России кровь улут чистым золотом Чтобы чаще Господь замечал Вы, наверное, встречали тех вынужденных иммигрантов В большинстве своем, которые вынуждены были уехать из страны, правильно? И вот какое у вас впечатление сложилось от их жизни И от их душевного спокойствия или неспокойствия? Конечно, понимаете, вот это совсем уже, это совсем другая сторона этого вопроса К этим людям можно относиться только, на мой взгляд, с глубочайшим сочувствием Ведь их же вышвырнули Будь то Бродский Или Ростропович По сути Тарковский Тарковский Это Это и много, мы можем сейчас назвать много фамилий Это люди, которым фактически Либо их лишили гражданства, когда они были в загрантурне Либо их вызвали кое-куда и сказали так Либо вы уезжаете, либо вы поедете в другое направление и, так сказать, надолго Я думаю, что большинство этих людей никогда бы не уехало Если бы их не выкинули Я даже уверен в этом Ну, скажем так, возьмем Солженицына Я оставляю в стороне мои оценки, кому они интересны, Солженицына Но ведь совершенно очевидно, что Солженицын никуда бы не уехал Да, без... Ну, не уехал бы Для меня совершенно очевидно, что Ростропович бы никуда не уехал Не уехал, не тот человек Не тот человек То, что они нашли себя Потому что это гигантские таланты А то и просто гениальность В этих людях есть Это понятно То, что они потеряли себя Это тоже понятно И они сами согласятся в любом разговоре Эти-то не пыжутся Понимаете? Эти нормальные люди Но это трагедия И это преступление Мы в течение нескольких лет много раз встречались с Андреем Тарковским И говорили о том фильме, который он мог бы снимать в Италии И когда Андрей в свое время приехал к нам Мы решили вместе с ним проехать по стране Чтобы он мог увидеть разные места Италии И впитать в себя ее образы Я уверен, что ностальгия Один из самых важных фильмов Творчества Андрея Тарковского В нем чувствуется та огромная любовь Которой Андрей питал к России Удивительно, как эта любовь привела к тому Что пейзажи в ностальгии В фильме, снятом в Италии Это почти русские пейзажи КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Вы все, кажется, хотите свободы. Говорите о свободе. Но, по-моему, если вам дать свободу, вы не будете знать, что с ней делать. Вы не ведаете, что это такое. Это действительно вызывает удивление. Почему? Потому что здесь, в этом фильме, перемежаются и память, и реальность, воспоминания о его семье, о его стране с образами Италии. Это удивительное сочетание реальности и снов. Драматизм этого фильма усиливается еще и от того, что мы теперь уже знаем, что судьба Тарковского совпала с судьбой его героя. Он, как и его герой, умирает. Ну, я думаю так, что все-таки крупные художники, я могу попытаться, если хотите, раскрыть, не уезжают. Они уезжают только вынужденно. Они уезжают тогда, когда им не дают больше созидать. Все, когда им закрывают кислород, когда им руки связывают, вот тогда. Я родился и вырос в Балтийских болотах подле Серых цинковых волн Всегда набегавших подле И отсюда все рифмы Отсюда тот блеклый голос Вьющийся между ними Как мокрый волос Если вьется вообще Свобода Это когда забываешь Отчество у тирана А слюна во рту Слаще, халвы, шераза И хотя твой мозг Перекручен, как рок-барана Ничего не каплет Из грубого гуаза Я недавно был во Франции На одном таком достаточно крупном Международном симпозиуме Один из моих коллег Выступил на этом симпозиуме С такой Жесткой и беспощадной речью В адрес нашей страны Моей, его страны Нашей страны И я вдруг обратил внимание Что сидящие в зале Французы Испытали какой-то дискомфорт То, что мне было стыдно И моим коллегам было стыдно Мы опустили глаза Потому что такое было впечатление Что на нас были ушат грязи До этого выступал африканец один Который говорил о проблемах Что такие, такие есть проблемы Он говорил достойно И там проблемы, наверное, не меньше Чем наши проблемы Какая-то маленькая страна, не помню Африканская А здесь человек рассказал Так ужасно И так дурно Об этой стране Которая действительно В тяжелейшем положении О нашей стране Вот Вот такой полив На отечество Он нормальный, на ваш взгляд? Он характерен Он характерен Причем он особенно характерен Для так называемой Советской интеллигенции Заметьте Что Вот Есть такое странное выражение Простые люди Мы с вами не простые, конечно Мы какие-то, так сказать, особые А вот простые Это те, которые Грузовики водят В шахту лазят Это вот простые В нашем таком Пролетарском государстве Мы так выражаемся Интересно Простые люди Свою страну так не поливают Как не слышно Иногда Они поливают правительство Они поливают начальство Да Но страну свою нет А вот интеллигенция Так называемая Она с особым Сладострастьем И удовольствием Это делает Причем чем лучше живут Тем с большим удовольствием А те, которые Например, ездят Особенно много Вот они это делают Кромче всех Или работают за границей Или работают Вот тут уж просто Они неудержимы Я вам должен сказать Что Я с трудом Даже сейчас с вами говорю На эту тему С трудом сдерживаюсь Я не понимаю Как это можно делать Если бы речь шла о режиме У меня не было бы Так сказать Этих возражений И вот Когда это делает Передностранцами Вероятно Хотят выглядеть Как такие Сободомыслящие Смелые люди Посмотрите Как я критикую Свою страну Не понимая Как вы Конечно Уже мне дали понять Что Эти-то иностранцы С отвращением Слушают эти слова Потому что они не могут Как это может быть Но когда просто дома С презрением Ко всему Разве у нас балет Разве у нас кино Разве у нас это Разве Все у нас Ничего Ничего Просто Нуль Это я не понимаю Что это Это болезнь Это болезнь Причем я хочу еще раз сказать Что чем выше человек Чем больше он имеет Тем с большим удовольствием Он это делает В том числе Я хочу это подчеркнуть Люди Которые причисляют К себе Себя К интеллигенции А вы когда-нибудь У русской интеллигенции Читали что-нибудь подобного Вот недавно Я читал статью В какой-то степени Человека Повлиявшего на мою жизнь Статью Академика Павлова Просто потому что Я пошел в физиологию Из-за увлечения Учением Павлова Называется Кажется Освойство русского Ума Где он очень Тонко Разбирает Что такое русский ум Критически Но с любовью Понимаете Вот одно дело Душа болит Но потирать при этом руки Говорить об этом с удовольствием Ах, зачем земля Вся поделена Нам Ведь ее Господь Не делил для нас вовсе Но у каждого из нас Есть свое знамя И свои леса И в лесах Своя осень Под Москвой Уже яблони В цвету белом В Рейдинге горят Розовым огнем Вишни Как же ты, Господь Так все хорошо сделал Как же у тебя Нескладно так Вышла Мы в Рейдингский паб На пинту пивка На джина Бокал Заглянем с тобой И время как трап Отъедет от нас И нас вознесет Наш шар голубой Он как дирижабль Парит в темноте Да разные мы Но схожи в одном Нам вместе лежать В английской земле Или в русской земле Но в шаре земно Сейчас закончил И был показан В ночь Когда на Петербург Шли танки Был показан По ленинградскому телевидению По питерскому телевидению Невозвращенец Там очень многое изменено Я не присутствовал Не только не участвовал Но и не присутствовал На съемках Когда я просмотрел Почти готовый фильм В одном из черновых И из черновых вариантов Монтажа Значит я обнаружил Впервые Что там По отношению к повести Полностью изменена Вся линия современная Так называемая То есть линия вербовки КГБ и так далее И вообще фильм Из фантазии Это не фантазия Не фантазия Не фантазия Это нормальная история Военного переворота Который пытается Предотвратить Журналист Такая роль Нечто среднее Между Такой демократически Настроенный Невзоров Знаете Если можно себе Представить Демократически Настроенный Невзоров Это вот такой Демократически Настроенный Невзоров Он пытается Предотвратить Военный переворот Ну и будет Не удается Вот Ситуация После Военной переворот Она действительно Здорово Похожа на то Что я описал Невзоров Но вся Вот эта Совершенно Другая Другая Поэтика Фильма Совершенно Вот Я ничего Не имею Против Фильма Пусть его Оценивают Критики Это не мое Дело Понимаете По фактуре Вот этой Вот Как бы Даже больше Похожа на то Что сейчас Произошло Но я К этому Вот отношение Ровно такое А может быть Даже меньшее Чем написано В титуле По мотивам Галина Викторовна Помните В четверг Мы выходили После передачи В тот день Еще само сожжение Было на Красной площади А? Да Мы выходили После передачи И человек Нас встретил На выходе Помню Он представился Майором Госбезопасности И передал мне Папку с документами Вот эту вот О которой Я тут же Естественно Забыл А вчера Я видел его труп И вот Пожалуйста А что это? Вот это Обращение Советскому народу Будет зачитано По центральному телевидению Генералом Товарищем Сизовым Виктором Андреевичем Вот это Список военного правительства Хунты Ну это список частей Блокирующих Игроховный совет Ну и вообще Кремль И гостиница Москва Вокзалы Аэропорты Дороги И так далее Вот это вот Самое интересное Это список лиц Подлежащих Оресту В первую очередь Это телевидение Вот ты Григорьев Милентьева В скобках Галина Викторовна 1940 года рождения Уроженка Города Москвы Адрес Место рождения родителей Имена отчества Папа Мама Адрес Домашний адрес Служебный Телефоны Соответственно Место работы Кем работает образование Что и когда заканчивало Вот особые приметы Телосложение Сухощавое Глаза близкие Близко сидящее Светло-серое лицо Асимметричное Я не замечал раньше Волосы русые Рост Коронка Желтого металла Верхней челюсти Вот так В полный рост Категория АК 0,55 Это что же значит? Черт его знает И ты знаешь Куда тебя определят? Ну Лефортова Когда мы Нашли эту пояс Она еще ходила в списках Она была не напечатана В искусстве кино Ходила значит Напечатана на машинке Тогда мы искали Значит мне пришла идея Экранизировать Не определенное Какое-нибудь Литературное произведение А пришла идея Экранизировать Такой наш генетический страх Советский Советский Я не знаю Русский Эстонский У нас есть Нечто обедняющее Всю нашу разваливающуюся Страну Это страх Это надо Национальное чувство И я решил Экранизировать Не только наш Общий страх Но и свой личный За своих детей За свою судьбу За свою страну В которой я живу Потому что К сожалению Это единственное место Где мы можем существовать И по национальному признаку И по какому-то Культурному По всем остальным Другой страны У нас нет другой И по страху Да в том числе И вот под эту идею Уже стали искать Определенный Литературный материал Мой редактор вышел И нашел в Москве Значит эту повесть Тогда мы прочли И решили Что она может стать Основой для фильма Но уже тогда Она все равно Подлежала Такой, так скажем Переделке для кинематографа Расширение характера Так сказать Смена профессии Потому что я считал Что Такой, так скажем Символ сегодняшнего Состояния общества Это журналист Тележурналист Что вы от меня хотите Я хочу Чтобы вы послушали Свою биографию Я ее знаю Хорошо Тогда тут еще один фрагмент Очень короткий В 1969 году Будучи студентом Госуниверситета Привлекался В качестве Сначала обвиняемого А впоследствии В качестве свидетеля По делу Об антисоветской организации Среди студентов Госуниверситета Созданы с целью Изготовления И распространения Сведений Антисоветского характера И передачи Этих сведений За границу Западным спецслужбам Во время следствия Выразил готовность Помогать КГБ В борьбе с врагами Советской власти О чем дал Соответствующую подписку Присвоен Агентурный псевдоним Кудряшов Пожалуйста Кудряшов Что же вы молчите Андрей Петрович Пожалуйста Что вы от меня хотите Мы хотим от вас Андрей Федорович Только одного Чтобы вы поняли Что советская власть Пока что есть Существует И у нее Соответственно Есть враги Мы все эти годы Внимательно наблюдали За вами Помогали Когда это было необходимо И когда после университета Вас хотели направить В областную Архангельскую газету Именно мы Устроили ваше Распределение В труд И тогда Когда решались Вопросы О ваших Заграничных командировках Документы В таких случаях Всегда в первую очередь К нам поступают Мы всегда Эти вопросы решали положительно Мы вам верили И вот Посмотрите Здесь и Италия Раз, два, три, четыре Пять В общем Четырнадцать Поездок На разные сроки И США И Франция И Индонезия Почти полмира Вот В 1974 году Вы незаконно Провезли валюту Мы это знали Но никаких мер Не приняли Потому что Понимаем прекрасно Все проблемы Советского человека За границей И же не кое-что Надо привезти И знакомым И родственникам Были за вами Другие правонарушения Но опять же С нашей стороны На все это Закрывались глаза Потому что Подписывая эту бумагу Не только выбрали На себя определенные Обязательства Но и комитет Как вам это Не покажется странным Взял на себя Обязательство Опекать вас И как мне лично кажется Мы свое Обязательство Выполнили Я уж не говорю о том Что Когда вы захотели Перейти на телевидение Организацию Находящуюся Под нашим Особым контролем Только благодаря Нашим рекомендациям Вас не только Взяли сюда Но и дали работу В одной из самых Престижных редакций Так что В некотором смысле Ну то есть Ни в коем случае Не умоляя Вашего таланта И так сказать Хватки журналистской Мы тоже Ваши Если так можно выразиться Создатели что ли Ну это конечно Только в некотором смысле Потому что Как вы понимаете Если человек бездарен То тут Никакое КГБ Ему не поможет Теперь же Как нам кажется Пришло время Долги отдавать Я не хотел бы Чтобы у вас возникло Чувство одиночества У нас миллионы Помощников Оказывающих нам Действенную помощь В нашей работе Так как же Андрей Федорович Я вас ненавижу Да Ну так ведь и мы Вас не очень любим Я вот например Никогда на своих товарищей Показаний не давал И доносов не писал Но мы не в ЗАГСе В конце-то концов Невозвращенец Это так сказать Очень хорошо определила У нас есть такая художница На лимфильме Наталья Кочергина Она после просмотра Сказала что Возникали вопросы Оставшиеся названия Что именно оно означает И она очень хорошо Определила что мы Все невозвращенцы Что мы никогда не вернемся К нормальному состоянию Человеческому Мы никогда не лишимся Страха Мы никогда не лишимся Того хамства Того так сказать Ведь единственное Что мы сейчас можем Экспортировать В гигантских количествах Помимо нефти Так сказать И уже плохой икры Это ненависть У нас каждый Каждый вот камень Он вырабатывает ненависть Эти ребята Которые сейчас ушли Они оставили Замечательное наследство Навсегда Разъедающее нас Это ненависть Друг другу У нас ведь Никто не борется За что-нибудь У нас все борются Против кого-нибудь Я знаю что картина Была показана В день путча И на следующий день 20-го 20-го числа Расскажи как это произошло Произошло Это было значит Очень смешно 19-го числа В 6 часов утра Меня разбудила Разбудила неизвестная женщина Попросила Чтобы я включил телевизор Я включил Услышал всю эту паранойю Потом приехал на студию Там значит Интеллигенция Возбужденная Собралась значит В одном из кабинетов студии Вот А дальше я наблюдал Замечательные вещи На моих глазах Значит член партии Сжег партийный билет На спички А другой оператор Постановщик Он не был членом партии Ему нечего было сжигать И он сжег свой паспорт Сейчас он значит Бегает Восстанавливает его Так сказать Прописку Несчастный А зачем тут паспорт Ну какой-то протест Было так сказать Вот Потом страшно напугал Нас значит Генерал-полковник Самсонов Командующий Ленинградским военным округом Который прочел Что нам следует делать Как ходить Куда ходить И в конце Этого длинного значит Фермана Была значит Статья о полном запрещении Торговли спиртными напитками Тут город был Ордался единый вздох Все побежали Срочно закупать Так сказать Это дело Но уже было поздно Везде было все закрыто Надо сказать Они здорово все это сработали Это было действительно странно Потому что Так сказать Если бы они читали Эту работу Марксизм и восстание Они в первую очередь Открыли винные лавки Они наоборот Так сказать Закрыли Потом у нас было Правление студии И правление приняло решение Что Ленфим Поддерживает российское правительство И одна из первых телеграмм Как потом мы узнали Значит Белый дом Пришла от ленинградцев После чего я Объявил политическую забастовку И решил Что пока Так сказать Безобразие будет продолжаться Я буду дома И вот на следующий день Я так сказать Лежал в кровати Бастовал С утра Значит покурил Позвонил Александр Алексеевич Галатва Директор студии И сказал Что бы я срочно явился Значит На студию Я явился Преврал политическую забастовку И явился И дальше выяснил Следующая вещь Что они Герман Алексей Юрьевич И Галатва В общем Решили Что поскольку Это кстати неизвестно На 5 лет Это продлится На 10 Они решили Что это последняя возможность Показать картину Людям И возвращение А кстати 19 уже Мой директор Который стоит здесь Проснувшись утром И услышав Включив телевизор Первое что он начал делать Это прятать копии Фильма Через каких-то друзей На дачах В гаражах Одну из них Он до сих пор найти не может Потому что она была Таким образом запрятана Вот И значит Это самое Решили Что это последняя возможность Показать Картины людям Потому что Что завтра будет неизвестна Значит Герман начал звонить Собчаку Который всю ночь Провел на заводах Собчак прилег поспать На 40 минут Но авторитет Германа столь велик Что полусонного Собчака Подвели к телефону Значит Герман долго втолковал Что собственно Это самое От него требуется И когда он Наконец-то ему сказал Телефонную трубку Что в фильме Есть кадры Где вас расстреливают Собчак мгновенно Санкционировал Показы Значит По телевидению Я знаю Что посмотрели Очень многие Потому что Вот у нас Главные носители Так сказать Грязных сплетен И информация Это таксисты И на следующий день Когда я ездил в такси Они мне рассказывали Что вчера Показали Крутую картину Вот Раз таксистам понравилось Значит Я чего-то хорошее Сделал Я прошу тебя Андрюша Ты помогай маме Она ехать не хочет Она у меня партийная В ЖЭК ходит Взносы носит У них там ячейка Я потом там устроюсь Я ее заберу Ну что Хорошо Конечно Вот дожили Я первый раз Себя почувствовал Евреем сейчас Полгода на курсы ходил Язык учил Ни хрена не знаю Гора Гора Единственная У нас все У евреев Как не у людей Единственная гора Называется Хермо Надо бы Монхер Я из-за сына Пока пять лет Надо увозить Потом поздно Будет Понятно Летите Голуби Летите Для вас нигде Преграды нет Несите Голуби Несите Народа мира Я вас привет Пусть над землей О ветер Боет Пусть Брозных Пучат небосвой Представим Такую ситуацию Сейчас будет закон принят О выезде Будет граница Открыта Вот такую ситуацию Да Ведь каждая страна В праве Любая цивилизованная страна В праве впускать Или не впускать Да вы знаете Даже не цивилизованные Имеют такое право Значит Что произойдет С нашей страной С нашим народом Однозначно Почему Давайте зададимся вопросом Почему этот закон Иммиграции Хоть и принят Но действия его Перенесли на 93-й год Для меня это совершенно очевидно Потому что есть надежда Что к 93-му году Какое-то начнется улучшение Люди начнут Замечать Что Вроде что-то получается И тогда может быть Не кинутся А вот если нет То я полагаю По таким Незавышенным подсчетам Кинутся Миллионов 30 Да Куда-нибудь кинутся Конечно Но не просто куда-нибудь Так Они кинутся Туда Где им кажется лучше Значит Соединенные Штаты Западная Европа Австралия ЮАР ЮАР Да И конечно же К этому времени Все Эти страны А Западная Европа Целый ряд стран Примут все необходимые законы Чтобы их не пускать Потому что ни одна страна С этим справиться Конечно не может Вот представьте себе Гигантскую волну Саранча Нет волну Вот я хочу Не саранча Люди это не саранча Виктор Все-таки давайте Не будем их обижать Они ни в чем не виноваты Эти люди Значит Эта гигантская волна Ударится Об скалу Потому что будет закрыта И она откатит назад И вот это То есть назад Аппарат на нашу страну Да Но уже она откатится Так сказать В отчаянии В гневе Потому что это будут люди Которые уже Внутренне отрезали все Сделали над собой Это усилие Ведь непростое это дело Резать корни Только кажется Хорохориться На самом деле Прощаться со всем своим Не только своим Прошлым Но с прошлым Твоих родителей И так далее Это непростое дело И вот они сделали Это усилие Они кинулись И обратно Их бросили И вот здесь Что может произойти Как и волна Когда она идет назад Какие возмущения Могут произойти Это даже трудно предсказать Это трудно предсказать Поэтому в этом смысле Я считаю Что Это будет Куда более Тяжелым По последствиям Чем просто отъезд Хотя просто отъезд Это тоже плохо Давай, давай, давай Три дня тому назад Я все-таки поддерживал мысль Что нельзя уезжать Из своей страны Что за нее надо драться И вот эти три дня Для меня Самые счастливые дни В моей жизни Это я говорю Из всякого преувеличения Я никогда не думал Что я стану свидетелем Вот такого Понимаете То, что произошло Во-первых По-моему Возвратило гордость людям Они поняли Что они могут Это вообще удивительное событие Я, конечно На это не надеялся Я 19-го числа У меня было очень тяжелое Вообще состояние Как у многих Но в то же время Когда я увидел выступление Вот этих дрожащих пальчиков И бегающих Вот глаз Я подумал Есть шанс И главный шанс Это было то Что они не сумели Взять Ельцина Они опоздали на 20 минут На его дачу И второе То, что все-таки Армия Она таки Оказалась народной Понимаете Она все-таки Не дала Взять Это совершенно Поразительная вещь И вот теперь Вот Можно сказать Все это необратимо Теперь можно ожидать Настоящего движения Вперед Это вне всякого сомнения И люди будут По-другому работать И теперь появится Вера Понимаете Я даже думаю Что кое-кто Теперь будет возвращаться Спасибо Спасибо вам большое Спасибо большое Хорошо Смотрим дальше Так осторожней Шнур Шнур Боря не бегай так быстро Я не успеваю Спасибо Миша Миша Да-да-да Миша 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok